У меня сегодняшняя тема – классификация черепно-мозговых травм, перелом из вода и основание черепа, клиника, лечение. Классификация черепно-мозговых травм можно разделить на четыре основные цепи. Сначала по сообщению с внешней средой у нас открытая, закрытая и проникающая, а по мафологии у нас ущип без и с давлением головного мозга, в конце у нас давление. А по степени тяжести есть легкая, как сокращение и ущиб мозга легкой степени, средняя тяжести, как ущиб мозга средней тяжести и тяжелая, как ущиб мозга тяжелой степени давления и заваления мозга. А по тяжести и состоянию пострадавшего у нас удовлетворительно, у нас в средней тяжести, у нас крайне тяжелой и терминальный. А что такое перелом? Это перелом основания черепа, это нарушение целостности одной, либо нескольких костей, образующих основание черепной коробки. Это возможно здесь видеть, но чуть-чуть просто здесь есть перелом. А клинические симптомы перелома? У нас сначала переломы свода черепа, они могут быть закрытыми и открытыми. А вот местные проявления, может быть тоже гематома в области волосного покрова части головы, рана при открытом повреждении. И другие изменения, являющиеся при ошупывании. Тоже могут быть нарушения сознания от кратковременной его потери до коми, в зависимости от степени повреждения, что способно привести к нарушению дыхания. А теперь переломы основания черепа. Относяться к открытым переломам. Ну, сопровождаются истечением крови или прозрачной жидкости, как лигбора, из носа и из уха тоже. Тоже ушибом головного мозга. Лечение. И отсеком мозга возможно консервативное введение. При оскорчатах и пенетрирующих повреждениях, симптомах давления мозгового вычезла, требуется операция. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.